Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla, гнев друидов, и сейчас мы понесем пьяного ирландского барда. Какое клише, да? И клише, что в этой игре бард-женщина, причем сильная женщина, матерая. Похоже, наша рифмоплётка притомилась. То есть, они берут таких вот, знаете, персонажей мужских и просто делают их женщинами. Поднимайся, птичка. Мален, почему вокруг все так вертится? Холодная вода тебя вмиг исцелит. У меня нужная глотка, я хочу петь. Зараза тяжелая. Ну, прямо в болото ее, правильно. На самом деле, классика Assassin's Creed уже. Малейр Крех, это еще зачем? Чтобы прогнать хмель. Не думай, будто я потащу тебя в тару на своей шее. В тару? Постой, ты кто? Меня отправил за тобой баррит, он ждет нас у конюшен. А, посланник. Скажи, сколько серебра нужно, чтобы баррит не узнал об этой потасовке? А то в следующий раз, когда буду в Дублине, приставят кого-нибудь из стражи. Знаешь, баррит иногда такой чувствительный. Знаю. Баррит мой близкий родич. Думаю, язык навлек на меня сегодня достаточно бед. Меньше им болтай. Мне помогает. Идем. Голос у нее приятный, но не подходит. Там должен быть такой матерый, знаете, бодибилдерши. Баррит о тебе не рассказывал. Как тебя зовут? Эйвор. Я родом из Норвегии, а теперь живу в Англии вместе с кланом. Целый клан? Таких же дрочунов, как ты? Благодаря моей дрочливости ты все еще дышишь, баррит. Верно. Баррит. Я уже начал волноваться. Все в порядке? Нас задержали. Эй, к чему убиваться по пустякам? Вперед в тару. А то опоздаем на коронацию. Как скажешь. А мне коня! А вон тоже. Хе-хе. В сторонке стоит. Не ожидала встретить твою родню, Баррит. Эйвор говорит, что прибыл из Англии. Да. Он помогает обустроить в Дублине торговлю. Добыть ценные товары из далеких стран. Со временем Дублин станет центром торговли в Ирландии. И принесет выгоду всем королевствам. Будущий верховный король будет рад. Надеюсь, Флан будет видеть в нас не только выгодных союзников, но и друзей. Тут ты не одинок. Дружба с Барритом может принести много пользы. Не стоит твоему королю об этом забывать. Похоже, Эйвор не осведомлен о нашей истории, Баррит. Мы надеялись побеседовать с Фланном. Я желаю укрепить связи между нами. Сумеешь помочь? Быть может. Посмотрим, как пойдет дело. Миды. Ну, конечно, места тут очень красивые. Вот чем сильна эта игра, так именно... Видами. Продолжение следует... Продолжение следует... Роскошно, правда? Серебра явно не пожалели. Госпожа, один из священников куда-то пропал. А в его шатре все вверх дном. Я боюсь, что случилось нечто ужасное. Пропал? Это точно? Может, это пустяки. А может, беда? Где Флан? Он еще не прибыл. Значит, время есть. Киара, делай вид, что ничего не случилось. Мы с Барридом во всем разберемся. Где шатер? На холме. Слева. Будь осторожен. Ты смотри, заботится. Тут была борьба. Не хватало только какой-нибудь беды в канун коронации. Смотри в оба и будь рядом. Мы еще не знаем, что стряслось. Тут случилась беда. Узнаем, куда приведет кровь. Ох ты, сколько крови-то. Дневник Киары. Эту арфу мне помогла сделать мать, когда я был еще маленькой девочкой. Это была игрушка, увлечение из которого я выросла. Лишь после смерти матери я почувствовала желание вновь достать арфу из-под пола. Никогда не думала, что этот неказистый инструмент так долго протянет. Его стоило бы заменить на что-то более достойное, но я не желаю этого делать. Моя душа отказывается. Я привязана к нему. К струнам, к запаху дерева, который остался таким же, как и в день, когда арфа появилась на свет. Но ее все же придется немного доработать. Ей не хватает звучности. Я работаю над приспособлением, которое позволит музыке разноситься дальше. Что за путь проделала эта арфа? С детской игрушки она превратится в инструмент с потрясающим голосом. О, прекрасно. Красивая история. Туши животных. Надо вернуться и отыскать другой след. Не, зараза. Не туда пошел. Не, ну вот это, конечно, круто, посмотрите. Лети же, Сюнин. То, как они воспроизводят древние всякие места, это восхитительно. Продолжение следует... дальше крови нет но есть след телеги эта история плохо кончится боюсь что так барит и в такой важный день коронация плана возможно будет омрачена я думаю пора сесть на коня ты со мной или как но оставайся так какое-то мрачное место ван впереди телега смотрите какой он стал лапку поднял ухты штруп видно что-то сломалось кто в теле священник священник эти негодяи его разделе какой-то лагерь что там анна дуни лагерь хотя кто-то явно там расположился идем ну что скажешь священника похитили и отняли одежду думаю чтобы выдать себя за него зачем именно скоро узнаем в этот раз сразу сел она ду грязное место какое вот тут по ходу дела будут вот эти вот грязные тотемы которые мы разрушали то есть изначально когда создавали игру они уже знали про это дополнение и подводили к нему вот это круто знаете когда в основной игре какие-то отсылки идут которые ты сразу не понимаешь а потом они раскрываются в dlc это добавляет знаете таинственность в основной сюжет и переход плавный наследственность в dlc к этому надо всем стремиться здесь лучше не шуметь смотри один из них хотят священником делай как я зараза уже заметили и все обычно указание для убийцы приближается коронация верховного короля после которой власть перейдет к южным у и нейлом тебе необходимо сделать так чтобы флан сина испустил дух до того как это случится переоденься священником и проникни на церемонию в таре так ты окажешься достаточно близко к флану пока все будут его схвалять перережь этому мерзавцу глотку вот как их прислали убить флана подписи в письме нет кто же их нанял идем нужно рассказать обо всем киаре да вперед должен заметить эйвор ты великолепно держался тебе такое явно не в новинку ты сам тоже молодец да мы предотвратили убийство короля знать бы только кто за этим стоит по-твоему кто на такое готов хотя особенно ненавидит плавно владыки ульстера король новые беды те же что-то много опалов стали давать расщедрились так немножко соберу и пожалуй вырежу это но предметы роскоши неплохо и это сейчас ценный ресурс нужны а пойдем посмотрим события раз мы уже в этой области привлекать внимание висельники кстати для огиблые тут места тут какие-то шаманы обитают друиды подношение опять испытание туман митсу вас пути испытание морриган чтобы пройти испытание одолейте друидов там медведи еще какие-то хорош славный огонь я уж и забыл про него кто еще остался миша на шкуры не будет обидно митсу вас пути вау посмотрите какой концепт-арт красотища на обалденно нарисовано просто супер крутяк митсу вас пути какие вести священник мертв как и его убийцы разбойники взгляни вот приказ убить флана разбойник одетый священником должен был зарезать его на коронации прямо у нас под носом к чему такой риск ведь можно отравить или убить во сне яд ненадежен а смерть во сне никто не увидит но ты верно подметила живым убийца бы не ушел он был готов погибнуть надо предупредить флана кто-то твердо решил его извести после коронации не хочу чтобы это его терзала пусть насладиться триумфом приходите потом в его палаты в дэрроу он вас выслушает теперь простите но я должна привести себя в порядок идем же эйвор не так уж сильно я тебя запачкал ты мало что знаешь о роли барда при дворе верно эйвор просвети меня ладно чего ты ждешь я просила меня оставить это и тебя касается ты смотри-ка а его рано приглянулась я вижу здесь немало королей весть о коронации флан на разнеслась повсюду идем это он флан да что они делают аббате аган предводитель христиан в этих землях так он благословляет флан на этим подтверждает что тот готов занять место предшественника все это делают перед камнем фаль что как говорят дарует истинным владыкам долгий век это правда смотря что считать долгим веком как все медленно а где же еда и все тот же эйвор раз уж я тут пусть меня хоть накормят а и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА SZEKARNE SPOŁNIENIE СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Очень красивая сцена. Просто топ. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По дороге из Дублина Киара что-то говорила о тебе и Флане. О чем была речь? Ты кое-чего не знаешь. Меня короновал Аэт Финдлиад. Он убил отца Фланна, чтобы стать верховным королем. А мать Фланна по обычаю взял в жены. Выходит, тебя тут не любят. Для Флана Аэт коварный змей, как и все, кого он поддерживал. Заслужить доверия нам будет непросто. Мы только что спасли Фланну жизнь. Это уж точно чего-то стоит? Надеюсь. Я сейчас же отправляюсь в Дэру. Приходи, как только сможешь. Ох ты, как интересно все тут закручено, да? То есть короновал его, его враг. И он может его не признавать, поэтому. Ха-а-а, прикольно. То есть такое подвешенное состояние. Если будет выгоден, то он его признает. Если нет, то убьет. Это круто. Стихотворение, написанное ребенком. Флан Сина велик, могучен и добр. Он сильный воин и мудрый король. Народ свой он возглавит, так как Бог его любит. Как и мама моя. Только отец мой Флана ругает. Но им просто завидно. Ну, это не стихоток. Хе. Отец, значит, ругает, да? Не все его любят. Да, круто все нарисовали. Дневник знатного человека. Время, наконец, пришло. Этим чудесным вечером Флан Сина будет коронован на прекрасном холме в Таре. Не знаю, на свете ни одного человека, который был бы более достойный этой чести. Можно лишь уважать того, кто еще мальчишкой был отодвинут в сторону, но сумел, став мужчиной, вернуть то, что принадлежит ему по праву. Такова была воля Флана и самого Господа. Я с тобой, Флан Сина. Как и все южные уинейлы. Провел наш час. Письмо от знатного человека. Эль из Ахалуань должны были привезти несколько часов назад. Мы так ничего и не получили. Нет письма с предупреждением об опоздании. Нет повозок на дороге. Все это крайне подозрительно. Но удивляться не приходится. Я ясно предупреждал, что нужно было достать Эль где-то в другом месте. В окрестностях этого торгового поста часто крутятся шайки разбойников. Мне кажется, что в нашей беде повинны именно они. К счастью, у нас есть запас местного Эля. На коронации Верховного Короля гости будут ждать чего-то более достойного. Остается надеяться лишь на то, что его будет выпито достаточно, чтобы никто не обратил внимания на качество. Хе-хе-хе. Хе-хе. Интересные записки, да? Так, ну что, тут мы дела закончили? Прикольно на Таре было, прикольно. Хорошее место. Так, ну что ж, настало время встретиться с самим Фланом Синой в Дэрроу. И это очень важная, интересная встреча. Каков он? Ну, выглядел на церемонии грозным таким мужем. Ну, другой бы не мог пробиться в его ситуации. С ним не стоит шутить. Ну, в принципе, Эйвер такой же, поэтому они должны поладить. хотя два альфа-самца могут и не сойтись. Посмотрим. Че-то много тут болот всяких. Какая интересная церквушка. То есть, раньше тут не было болот, посмотрите. Грязное место какое. Оскверненная церковь. Зараза. Так, надо бы разбить это проклятие. Грязный тотем. Не, тут не пролезть. Зря так витраж разбил. Не, надо изнутри работать как-то. Может быть, управляемую стрелу использовать? Ага, понятно. Сверху надо стрелять. Зараза. А, туда нельзя запрыгнуть? Понятно. Ну окей. Во имя Одина. Проклятие нидингов сня. Не хочешь, эти нидинги. Так, зайдем мы сначала вот сюда, на этот торговый пост. Очень болотистые места тут, очень. Я не думал, что Ирландия такая. Бдительная тут стража. Ну, многие спят. Все-таки хороший тут стелс. Как ни крути. Тех, и тут могут и заметить. Надо держать. Гляв, зараза. Блин. Хорош. Вот и все. Им балут зарешал. Все. Все, тут ничего интересного больше нет. Вот тут какие-то сокровища. Как же туда попасть-то? Или сначала надо открыть это место? Давайте откроем, посмотрим. А что это за проходик? Ага, тайный проход есть. Записка написанная ровным почерком. Мне не удалось спасти священные тексты, но я знаю, что разбойники отправились в Инхроя. Они забрали все до последнего листочка, даже грамоту на торговый пост. Инхроя. Что за инхроя такое? Восстановите торговый пост в Лиз-де-Роу, чтобы получить доступ к книгам. Ммм. Добудьте грамоту на торговый пост. То есть не все так просто. Три текста, причем красивая такая книжка нарисована. Так, ну ладно, поехали к флану синие. И он получается ближе. Вау, какие виды открываются. Да. Местами эта игра впечатляет. Прямо поражает до глубины души. Какая дорога черная, смотрите. Это тут чернозем, что ли? Плодородные почвы. Это Дэрол, значит. Ох, какое красивое местечко. Просто шик. Ох, обожаю. Такие деревеньки. Посмотрите. Это ли не великолепие? Художники просто великие работают в Юбисофте. Клевчик какой-то там. Ты смотри-ка. О, так легко можно взять. Ключ от сундука в каменоломне? О, лишним не будет. Слушайте, кругом алкаши. Подтверждают все эти слухи об Ирландии. Клише. Ну, считается же, что Ирландия самая пьющая страна в мире. Что там 80% алкоголиков. Это как про Россию, что у нас балалайки с медведем везде. Так и про Ирландию и алкоголь. План ждет внутри. Не волнуйся. Это нужно не только нам, но и ему. Да, повезло тебе, что с тобой, Эйвор. Я не знаю, насколько реален вот этот костюм, но смотрится просто очуменно. Мне очень нравится. Посмотрите, сколько деталек всяких. И вообще он выглядит классно. Топово нарисован. Барит, приветствую тебя в Дэру. Сколько лет прошло. Благодарю, мой король. Надеюсь, мой дар был тебе по вкусу. Пряностей, каких я прежде не видал. Да, ты меня порадовал. Это лишь начало. Скоро Дублин превратится в главный центр торговли в Ирландии. Живи долго и правь мудро, умой король. Твои слова честь для меня. А ты верно, Эйвор. Спасибо за храбрые дела, что ты совершил перед коронацией. Король. Похоже, враги вознамерились оборвать мое правление еще прежде его начала. Между северными и южными Уинейлами давняя распря. Но клянусь, именно я положу ей конец. Неплохое начало. Готовишь войну? Верховный король должен иметь власть над своими землями. Если без крови не обойтись, так тому и быть. Дублин богатый город. Мы многое можем предложить. И воинов у нас хватает. А Эйвор в их числе. Я рад, что ты хочешь укрепить связи между Мидой и Дублином. Помощь мне действительно нужна. Но трудам твоим мешают твои же собственные подданные. Не могу не сделать паузу. Обратите внимание, как озвучено классно. Вот в этом голосе чувствуется, что он прошел через всякое дерьмо. О чем это ты? Во время коронации дублинские данные выкрали сокровища одного из наших монастырей. Келлскую книгу. Твоя поддержка весьма пригодилась бы мне. Но от такой непредсказуемости больше вреда, чем пользы. Ух ты! Кем бы ни были те данные, они действовали сами. Барид ни при чем. Это не важно. Дублинцы покусились на святыню этой земли. Королю не подобает теперь брать в союзники их владыку. Все чрезвычайно просто. Если я верну книгу и накажу воров, будет ли Бариду место при твоем дворе? Возможно. Знаешь ли ты где эти данные? В топе Хэйнхроэ, к северу отсюда. Эйвор, это все лишь моя забота. Ждите здесь, я все сделаю. Не очень мне концовка понравилась, как было озвучено. Возможно. Как-то он так сказал. Начинал вообще за здравие. Но вообще интересно, да? Сюжет закрутили. Очень даже круто. Письмо от короля Конхабара. Мой король, хочу от всего сердца поздравить тебя с коронацией. Церемония была великолепной. Так что лучше и придумывать нельзя. А голос от твоего Барта просто соловьины. Так что и в пылу кровавой битвы воины бы остановились, чтобы лучше его услышать. Прошу, прими подарок, который отправляю я вместе с этим письмом. Это лишь небольшая безделушка в знак вечной дружбы между нами. Да будешь благословленный ты и семья твоя. Конхабар, король Коннахта. Письмо от королей Айлеха. Верховный король, твое письмо нас сильно смутило. Так как в нем мы увидели обвинение, которое совершенно отвергаем. Быть может виновных случившимся стоит поискать поближе к тебе? Имею ввиду, если бы было у нас желание отправить тебя в могилу раньше срока, мы бы сумели его исполнить. Ух ты. Грозный ответ. Это Айлей, да? Айлех. Коннахт Айлех. Ну вообще название знакомое. По другим играм. Уже сталкивался с Ирландией. Срочное письмо Флану. Король Флан. Вернувшись в арму, я узнал, что один из наших монастырей разграблен. Кельтская книга оказалась в руках одного известного Дана из Дублина. Будучи верховным королем, ты обязан защищать христианскую веру. А потому я обращаюсь к тебе за помощью в безопасном возвращении этой книги. Сам я немедленно вернусь в Дэрроу. Молюсь, чтобы вместе мы смогли придумать какое-то решение. Также обращаю твое внимание на то, что мы перестали получать новые книги после того, как шайка разбойников напала на Линсдэрроу и перерезала там всех торговцев. В самом начале правления твоего зло надвигается с разных сторон. Ты должен его одолеть с верой в Господа Эоганн. Эпископ Арминский. Ну так-то мы тоже церковь вырезали одну. Ну ладно, это другое. Кстати, этот лист Дэрроу мы уже очистили. Так что мы на верном пути. Письмо от короля Кербала. Мой король, прошу простить спешку, в которой написано это письмо, так как оно составлено песцом, а моей собственной трясущейся рукой. Я начинаю думать, что мы недооценили упорство этих язычников, друидов. Пока мы занимались управлением Ирландии, они сумели незамеченными проползти в наши владения. Я полагаю, нам нужно встретиться, чтобы обсудить эту беду. Жду твоего ответа. Кербал, король Осрайги. Ага, а вот и упоминание друидов. Я думаю, на них тут многое будет завязано. Слушайте, начало просто офигительное. Но, как мы знаем, сложнее закончить историю, чем начать. На этом серия заканчивается. А всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи!